Добрый вечер! Мы с вами начинаем очень важную и интересную тему. Вполне возможно, что она для кого-то очень актуальна. Кто-то пришел послушать, что его ждет в будущем. Так или иначе, тема, она, по-моему, уже озвучена, все ее знают. Сегодня мы будем учиться ругаться. Будем учиться ругаться. Так и хочется спросить всех, поднимите руку, кто не умеет ругаться. То есть, это значит, что вы никогда не ругались? Нет, ругались, но только мы не умеем ругаться. То есть, это не по всей программе. Что значит ругаться? Может быть, давайте подумаем вместе. Если вы будете участвовать, от этого будет только польза. Что значит ругаться? Когда человек ругается, какое у него есть ощущение? Ну, скажите, какое ощущение у него есть? Как бы это мы охарактеризовали с точки зрения его человеческих качеств? Никто не слушает. Еще раз. Я спрашиваю вас вопрос не риторический. Жду от вас ответа. Я знаю о том, что очень напрягаю вас. Но от этого хоть какая-то польза будет, то, что мы тут собрались. Когда человек ругается, что он испытывает? Какие внутренние чувства у него есть? Гнев. Гнев. Правильно. Сто. Что еще? Недовлетворенность. Это от недовлетворенности он и ругается. И ругается, и ругается. Гнев. Теперь скажите, так почему же мы называем это ругань, а не гнев? А ругаетесь вы, получается, что то, что выходит, да? А на кого выходит? На что выходит? Или на кого надо, или на кого попался. Но это что-то одушевленное, по-видимому. То есть тяжело сказать, что пробудился у вас гнев, и вы начали ругаться с шкафом. С кем мы ругаемся? С человеком. То есть если нету человека, обратите внимание, то чего нету? И нет руганий. А что есть? Гнев, неудовлетворенность, эмоции. Но руганий нету. Ругань это всегда с кем-то. Двое нужно. Одному невозможно, технически невозможно поругаться. Сколько они пытались люди, у них ничего не получается. Нужно двое. Кто второй? Ближе. Кто второй? Кто второй? Кто тот второй? Кто он? Кто он? Кто он? Вы не чувствуете, куда мы хотим прийти? К какому ответу? Ну, догадайтесь. Муж. Не, ну, естественно, что с кем еще ругаться? Это первым делом. Святое дело, святое дело. С мамой, с мужем, там, с сестрой, там, с родственниками, да, с подругой. Святое дело. Для того, чтобы ругаться, нужно двое. Давайте уберем одного. Есть ругань? Нет ругань. Кого уберем? Нас. А? Нас. Себя. Вот все начинается с того, что, в принципе, можно не дойти до руганий. Ну, можно, естественно, ощущать неудовлетворенность, сердиться. Верно. Но ругаться не будем. Не будет руганий. Почему? Потому что человек может решить первым делом о том, что я ругаться не буду. Теперь можно спросить вас, это хорошо или плохо? Тишина. Ругаться – это вообще хорошо или плохо? Наверное, хорошо, но нужно ругаться правильно. О, сейчас мы к этому придем. Вы не забирайте хлеб. А вы скажите сначала, ответьте на вопрос. Ругаться – это хорошо или плохо? Это естественно. Это естественно. Но это хорошо для вас, потому что ваша неудовлетворенность, она имеет куда выйти, на кого выплеснуть, верно? А вот для второго человека, по-видимому, это плохо, потому что ему очень неприятно. Что достигается посредством этой ругани? Это не то, что чего вы хотите достичь. Вы хотите достичь, по-видимому, о том, что вторая сторона приняла вашу сторону, поставить его под свой контроль. Но, в принципе, какой результат руганий всегда? Ссора. Ну, результат, ссора. А виды? Неприятные ощущения. Неприятные ощущения. Кто-то выходит из ссоры в хорошем настроении? И разрушаются отношения. Вот оно, самое основное. В конечном итоге, ссора, что делает, оно создает, послушайте, слово, страшное слово для пары. Называется отчуждение. Вроде все то же самое. Не развелись, не побежали в рабанут на развод. Не, 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 не откуда и как, да? Но, тем не менее, что в сердце произошло? Отчуждение. Что значит отчуждение? Ну, как по-русски сказать. Этот муж становится каким? Чужим человеком. А легко с таким жить? Вообще нет. Приятно, это семейные отношения, это то, к чему вы стремились, мечтали, вовсе нет. Ссора – вещь ужасная. Она создает отчуждение между мужем и женой. Даже если помиритесь, что в конечном итоге произойдет, даже если помириться, все равно это, знаете, как ссора, это как рана. Она может зажить, но рубец останется. И если этих рубцов на этом сердце еще, 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 то там уже нет практически живого места. А если нет живого места на сердце, то и нет чувствительности к второй стороне. Пропадает. Приходит тогда полное отчуждение между мужем и женой. Ссора разрушает сильно наши семейные отношения. Со всеми, с мужем в первую очередь. Поэтому, естественно, что изначально, прежде чем мы перейдем к тому, что нам определили тут как естественное состояние в семье, ссора, которому сейчас это тема нашего обсуждения, вначале мы должны сначала подумать, а стоит ли вообще ссориться. Есть люди, которые по природе своей склонны к ссорам, к склокам, к недоразумениям. Все время надо выяснять отношения. Сядь, давай поговорим. От них этих слов, давай поговорим, у мужа уже не знает, куда удрать вообще. Ссора началась еще до того, только с выражения ее лица. Ссора – это нехорошо. Надо это внедрить в себе, о том, что если даже в душе нашей мы видим, что это по-простому, и это естественно, и это… Ну, без этого не обойтись, и… Ну, я же не могу не сказать. Я же должна ему сказать, что я думаю. Не выставлю себе в сердце, что буду есть саму себя. Лучше есть мужа. По-видимому, так вкуснее, по крайней мере, так удобнее, так по крайней мере. Ну, что я делаю? Я же своими руками разрушаю свое счастье. Своими же руками. Для чего ссориться? Это же ваш близкий, самый близкий человек в мире – муж. Не враг. Помните, мы уже говорили, в прошлый раз, правда, не все были. Первое, что мы сказали – запишите, запишите. Надо записать себе. Лучше всего на лбу. Муж – не враг. Точка. Кто муж? Самый близкий родной человек в мире, изначально, надо стремиться к этому, чтобы это произошло. По-видимому, в момент, когда девушка стоит под хупой, так она и полагает, что он такой. Что происходит после того, как? Ну, всякие недоразумения, глупости, несовершенства личности и всего прочего приводят к тому, что создается отчуждение. И вдруг он начинает быть таким другим, чужим. Начинаются ссоры. Для чего? Для чего провести эти ссоры? Ведь он самый близкий человек. Муж не враг. Муж – самый близкий человек. И надо искать этих отношений близких. Для того, чтобы прожить с ним настоящую счастливую жизнь. То, о которой каждая девушка мечтает. Это агитация за то, чтобы не ссориться вообще. Для ссоры нужно двое. Если будет один, ссоры не будет. Кто этот один? Кто окажется умнее? И если у нас написано «Хохмат на щимбан табейт», а если написано «Мудрость женская строить дом», то вполне возможно, что эта мудрость должна быть у жены, которая в порыве гнева, увидев мужа, как он гневается, она что может сделать? Она может покивать головой и не ответить, как бы никогда не отвечает, не участвует в споре. То спор, он просто проходит. Нет возможности спорить. Для спора нужно двое. Нужно, чтобы кто-то ответил, и тот ему только, ну, тогда есть спор, а так для спора нет. Мы завершили вступление, экзамен. Отвечайте, спорить хорошо? Как вас зовут? Вора. Вора, как вас зовут? Спорить хорошо? Все думалось. Спорить – это хорошо? Да. Если мы спорим, да, о истине. А, это называется, о чем же еще? Спорить о истине. Когда спорят о истине, ну, это, может быть, найти истину и найдется, но спорят они о истине, о чем? О своей правоте. Спорить хорошо, только смотря как. Ага, то есть вы ждете вторую часть занятия. То есть вы считаете о том, что споры, в принципе, ничего страшного нет, ну, давайте только научимся правильно спорить, и тогда все нормально будет. Но сначала до этого, как вступление, все-таки, может быть, снова повторим. А ссора, любая ссора, в конечном итоге она приводит к отчуждению. Вы хотите жить с мужем, как с чужим человеком? Ссорьте с ним, хорошо, культурно, вне хорошо, но в конечном итоге это же будет ссора. Она все равно оставляет какой-то рубец на сердце. Это хорошо, она просто так, и приятно жить с человеком чужим. Можно ссориться так, что это будет, наоборот, интересно. Как на самом деле правильно? Вы меня увидели. Давайте перейдем к второй части. И действительно, в надежде о том, что если мы научимся правильно ссориться, произойдет метаморфоза, и ссора, наоборот, что должна сделать в конечном итоге? Она должна нас соединить, она, наоборот, должна еще сделать совместную нашу жизнь еще лучше. Ну, давайте посмотрим, как это может произойти. Хотя я вас заранее предупреждаю, и те, кто слушал, ссора – это меньше изол. Ссора – это, к сожалению, действительно безысходность. Приходится с этим считаться, что это действительно часть нашей жизни. Надо только научиться правильно это делать. Но изначально надо стараться, чтобы в доме не было ссор, не давать легитимацию ей. Даже если мы знаем, как это будет, как можно разрулить эти ситуации, как это правильно делать, не надо их искать, это уж точно. Не пытаться провоцировать мужа на ссору, пытаться вытащить его, не поддерживать эту ссору, не подбрасывать туда еще, как называется, шемен ле-медура, нефти в вагон не надо бросать. Итак, ссора неизбежна. Как правильно ссориться? Как ссориться, что называется, на уровне? Чтобы не залезть человека, чтобы не было остатков в этом. Так, чтобы, знаете, так, чтобы ему сказать оба глаза, но чтобы они остались целыми. Верно? Врезать, но так, чтобы не повредить. Действительно, давайте рассмотрим эту ситуацию с другой стороны. Мы люди несовершенные. И даже после того, как мы, предположим, возьмем на себя не ссориться, еще раз возьмем, еще раз возьмем. А когда придет время ссориться, мы, естественно, это оставим там, где мы их взяли, забудем. И начнем ссориться. Только начнем это делать, знаете, как? Как по привычке. С кем вы ссорились? Есть сестры, братья? Ну, тренировались, как правило, на них. С мамой. Ну, скажите, с кем, пожалуйста, с кем? С подругой? С подругой. С подругой, с подругой. Тренируется иногда, знаете, но с подругой это не те ссоры. Это не те ссоры. Это не подруга, это не то, вы боитесь ее потерять. Подруга – это другая категория. С сестрой ссориться, как положено. Почему? Чаще по мелочам. По мелочам, почему знает, ее не теряет, но все равно останется сестрой. Маму можно терзать, как угодно. Это для девушки основные объекты. С братьями иногда, хотя тоже, смотря, зависит от обстоятельств. Как мы должны правильно ссориться? А ну, давайте, может быть, вы мне подскажете, давайте возьмем пример ссоры и попробуем ее проанализировать. Кто-то ссорился в последнее время, точнее, не вы, а соседи ваши или знакомые, может быть, вы слышали, иногда, знаете, за стеной. Бывает такое. Ну, какой-то пример вы можете привести. Никто не ссорится, тишина и спокойствие. Вы можете привести пример, из-за чего бы хотелось бы поссориться? Ну, может быть, кто с опытом, может, знает, как бы... Ну, пожалуйста, давайте, скажите, скажите. Кто-то не выкинул мусор. Это универсальная тема. Практически все всегда в конечном итоге сводится к мусору. То есть, начинайте, пожалуйста. Как это должно произойти? Заходит муж, и вы первым делом спрашиваете... А почему вы вечером не выкинули мусор? Точно. А почему я должен выбрасывать мусор? Может, вы договорились, что по вечерам идти к мусору? По нашим договорам, если бы мы все соблюдали, то должна была бы что еще выполнить? И приготовить мне еду, и приготовить... Ты же не прыгай, я должен выбрасывать мусор. А я что, не работаю, что ли? Вы чувствуете, что у каждого есть достаточно аргументов в стороне своей правоти? Как это ссор, что там с ним происходит? Во-первых, в этой ссоре мы что мы наблюдаем? Полную бесконтрольность и полное отстаивание своей правильной позиции. То есть, оппозиция каждого человека, она, сказать, ясна, очевидна, и она, главное, какая она, правая. Наше дело правое. Вот все, что я говорю, значит, вот так должно быть. И точно так же с женской стороны, точно так же. Все, что говорится с женской стороны, точно так же оно... Все правильно. Ну, что делать? Это и есть ссора. Это и ссора, когда каждый из нас будет застаивать на своем. И так, что называется, до победного конца, когда каждый из нас то ли охрипнет, то ли мы все наши тюны, все наши объяснения, и аргументацию мы повторим по третьему, четвертому, по пятому разу. Обратили внимание? Ведь там особных хедушим нет, особых новшеств нет. Чтобы, как мы один раз высказали, не услышал второй раз, третий, в надежде, что в четвертый раз он, наконец-то, услышит. Помогает, не помогает особенно. Что нужно делать? Как надо ругаться? Надо до того, как, до того, как. То есть, после того, как вы уже один раз обожглись, второй, третий, и вы поняли, что что-то тут не то. Это приводит действительно как к чуждению, действительно к хорошим чувствам. Три дня занимает, чтобы хоть как-то отойти от этих споров. Надо до того, как, до того. Например, сейчас взять на себя о том, что... Если я буду... Я не буду ругаться, да. Но если придется ругаться, я буду соблюдать определенные правила. Что за правила? Это золотые правила ругания. С чего ругань должна начаться? Это, ну, вы уже слышали, это в конце мы скажем. Обожите, 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 обожите. Не спешите. Вы еще не все слышали. Вы слышали только то, что она сказала. Давайте по порядку. Первым делом надо знать, что есть внутренний инстинкт, чувство, которое оно помогает нам предвидеть, что сейчас произойдет ссора. Люди с опытом говорят, что это так оно и есть. Есть внутреннее какое-то ощущение. Мы сейчас поссоримся. Как только это ощущение нас посещает. Первым делом мы должны прикинуть, первым делом, о том, что не следует, послушайте, не следует устраивать бесплатные представления для всех соседей. Ссора, как правило, она сопутствует громким выражениям своих эмоций. Не тихим, а громким. И, как правило, это эхо раздается по всему квартире, по всему зданию. Что первым делом надо сделать, особенно в таком жарком месте, в котором мы с вами живем? Первым делом надо закрыть окна. На мужа, на мужа, верно? Естественно, на мужа, чтобы он не так его было слышно. То есть, кому-то это может показаться смешным, кому-то может показаться искусственным, но, что вы знали, это очень-очень важный шаг, когда мы хотим правильно, осознанно ругаться. Действительно, не следует доставлять удовольствия всем соседям вокруг, которые слышат, а, слышите, у Абрамовича, вот, началось, началось, в одно удовольствие. Это не то, что у них не ругаются, но того, что ругаются у Абрамовича, так сильно, когда становится приятнее нам. Но мы же не так позоримся, как они. Что вы хотите, опозориться на всех, на всех, вы уже ругаете с мужем, и каждое ваше слово слышно, а потом вы выходите с ним, чуть ли не на ручку под ручку, и всем показываете, какая вы счастливая пара. На всех семинарах, здесь кто-то, кто пытается убедить, насколько они счастливы, и как всё хорошо у них, и всё прекрасно, да, показуха. А что там внутри происходит, ну, это только соседи знают. Все им говорят, смотрите, если вы хотите убедить меня, что вы так счастливы, приведите мне двух свидетелей, ваших соседей, то смотрим, если они скажут, что вы действительно живёте счастливы. Я же не говорю про ваших детей. Надо закрыть окна. Представляете, в момент, в самый такой сладостный момент, когда вы ему говорите, «Я тебе же сказала, выкинь мусор!» И вас-то скажет, «Секундочку, остановка, перерыв». Вы идёте, «Абожи», говорит, «Абожи». И он ответил, да, и он говорит, «Абожи, секундочку, давай, помнишь, мы с тобой». Надо с ним договориться, кстати говоря, если в нормальном состоянии духа, когда ещё никто никого не съел и не задушил, можно договориться о том, что давай, дорогой, мы ссоримся, да, но давай по правилам. Какое правило? Закрываем окна уже, ну, неудобно, уже все говорят у нас уже. Ну, естественно, давай закроем, это точно. Если это спокойно, они все захотят закрыть. Значит, первым делом, что нужно сделать, нужно, смотрите, кто скандалистка. Есть понятие скандал, а есть скандалистка. То есть, это постоянное состояние. У кого постоянное состояние, называется, готово, настроено на скандал, то есть, на полный настрой, у ней пусть окна будут всё время. Надо купить только мозган, да, этот, чтобы работал этот кондиционер, чтобы не было сильно жарко, а окна закрыты, их двойные, чтобы были, двойные. Тогда она спокойно может, это, спокойно может. Я имею в виду договариваться. Вы должны договориться. Это нужно заранее договориться? Договариваются. Вообще, сейчас мы по всей схеме, по всему списку, надо договариваться до того, как. Когда вы в нормальном состоянии, он вас пригласил куда-то в кафе, пошли погулять, и вы, между прочим, говорите, ой, дорогой, ты знаешь, что я слышала? Очень интересную вещь, если, оказывается, правила хорошего тона в споре. Как спорить на уровне стайл, знаете, такое, знаете, так сказать, элитное поведение в конфликтных ситуациях. Хочешь участвовать? Конечно, что нужно делать? Пожалуйста, вот список. Первое. Надо закрывать окна. Хорошо, а если у нас закрыты? Хорошо. Ну, тогда надо закрывать двери. От кого двери закрывают? От детей. От бнейбай, от тех, кто находится в доме, от детей. Ну, не надо же перед детьми показывать всю свою глупость. Ведь спор – это просто позор. Мы бы видели нас самих в момент спора, как мы выглядим. Во-первых, выглядим ужасно. Особенно, я извиняюсь, обращаюсь к женской стороне, все попытки выглядеть симпатично, я же не говорю красиво, просто исчезают. Не важно, сколько поставить на себя слоев всяких разных трафаретов, ничего не поможет. Ни накрасить, ни докрасить, ни клюв, ничего. А лицо, которое сердится, оно ужасное, оно отталкивающее, оно уродливое. Ну, пока будут договариваться, интерес лугаться попадет. О, вы видите? Ну, так к чему же мы идем? Уже, может быть, первый шаг в этом договоре приведет к тому, что вы знали, к этому оно идет. Известная история про одного из наших мудрецов, который хотел работать над, называется, Медата Кас, над мерой... Медата Кас, ну как по-русски, в другую телослово. Медата Кас, мера гнева над собой. Чтобы не гневаться, что он сделал? Он решил о том, что вот так напрямую бороться он не в состоянии, это сильнее его. Но одно он может взять на себя. Когда он будет гневаться, он всегда это будет делать в определенной виде одежды. У него был определенный такой типа халата, в которой он решил, что как только он чувствует, что чувства гнева, они поднимаются в нем, он надевает этот халат. Теперь у халата были такие длинные рукава, и он всегда их до того, как он их, так сказать, завязывал, тут и там. Бакитсури, надо было ему, когда уже пришел момент гневаться, ему надо было одеть это. Ему надо было это распутать, чтобы туда руки всунуть. И пока он всю эту процедуру сделал, естественно, что когда он уже оделся, он вышел, уже никакого вкуса, в удовольствие гневаться, но никакого просто нет. Вполне возможно, что если вы начнете бежать с кокну, закрывать его, а потом посмотрите, а есть ли тут от кого спрятать, и вообще двери, и надо их закрывать. И вообще лучше всего, где ссориться, в спальне. Естественно, вместо мужа и жены. Закрывать двери хорошо, чтобы там не слышно ничего не было. Там одевайтесь уже эти перчатки, чтобы можно было друг друга колотить. Но за это время, иди, зная, может быть, пыл поутихнет. Вдруг голова, которая гнев снес. Вы же знаете о том, что мы уже говорили неоднократно. Гнев, первое действие, которое происходит в душе человека, гнев – это та сила, которая сносит просто голову. Не просто говорят, крыша полетела. С точки зрения научных пониманий работы мозга, проверили сейчас, есть всякие разные, очень новые, новые, очень интересные исследования. Человек, который сердится, то место, которое отвечает за его когнитивную деятельность в мозгу, оно перестаёт вообще работать, действовать. Вы знаете это? То есть, другими словами, подтверждено научным образом, что сказано в наших книгах тысячелетия назад. Человек, который сердится, он полностью теряет способность к мышлению. А разум покидает его. Просто покидает. Если, смотри, покидает разум. Он без головы. Где разум? В голове. Значит, если нет разума, нет головы. Другими словами, что делает гнев? Он просто сносит голову. Как только рассердились, а без головы. Но инстинкт там внутри, если мы себя правильно настроим, говорит, пойди, закрой дверь, пойди, открой дверь, потом сделай то, пока пошёл туда-сюда, туда-туда. Смотришь, иди, знаешь, голова-то, она же где-то там вертится, она же всё равно где-то там, она делает всякие круги. Раз, смотришь, на шею снова вернулась. Стал думать, говорит, а зачем? Давай промолчать. И пойду сама выброшу мусор. Вообще, может быть, наоборот, пусть лежит, даже лучше. Даже, знаете, хоть какой-то запах в доме такой, хоть что-то особенное, домашнее такое. Всё равно своё же всё. Итак, первое, что нужно делать, это не доставлять удовольствия и спектакль всем окружающим, а нужно закрывать двери и окна, что уже может этот пыл гнева уже чуть-чуть принизить, чтобы всё приутихло. Это первое. Отсюда и дальше надо начинать ссориться. После того, как вы закрыли двери, встречаетесь с мужем, теперь что нужно делать? Начинай! Он говорит, я начинаю, ты начинай! Они уже забыли, за что собрались ссориться. А если не забыли? А если не забыли? Ну, тогда скажите ему. Одно дверь, одна быстро закрыли, всё? Всё, и давай. Есть, которые действительно такие, которые у них память работает очень хорошо. Я не забыла, ничто не забыли, и никто не забыли. Никто не забыли, и ничто не забыли. Так говорят. И действительно, давайте начинать спорить. Начинается спор, необыкновенный спор начинается. Каждый высказывает своё мнение, настаивает на нём, отстаивает. Оно правильное, оно справедливое. Что важно при этом учесть? Несколько правил золотых, которые надо помнить. Всегда надо спорить по делу. Если уже решили спорить, какая тема спора? Мусор? Мусор? Оставайтесь в рамках мусора. Вся проблема о том, что всё только начинается с мусора. Тартэшма. То есть, в двухсмысленном понимании. А отсюда и дальше оно переходит. В первую очередь. Куда оно переходит? Давайте перечислим. А вот ты, два года назад. Вот, вот, ну, 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 скажите, скажите. Вот так оно и есть. Но оно же накипает. Оно же, никуда не девается. Это значит, в прошлый раз вы не поссорились. Это ты до этого момента помнишь. А вот тут тебе повод. Это ты это выкладываешь. И всё тогда. Это является последней каплей, нет? Да, 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 во-во. И тогда всё, что собралось в гармошку, раз, всё открылось. Один муж сказал мне по-простому. Вы знаете, мы с ней живём уже третий год. Если у нас происходит ссора, она всегда идёт у нас по тому же сценарию. Она всегда начинает с того, что произошло у нас под Хупой. Они, когда шли от Хупы в Хадариху, то она ждала, что он её возьмёт за руку. Он её не взял по разным там соображениям. Скромный парень такой религиозный. Он просто не получил информацию, что можно, нужно, не нужно. Он не знал, что делать. А, в общем, они пришли в этот Хадариху. С этого начала их совместная жизнь. Как только он закрыл дверь, вай-вай-вай-вай-вай-вай, она как открыла рот на него, всё сказала, всё, что у неё собралось. В течение секунды всё же собралось. А, вот так-то и так-то, ты не взял его. Можете представить, как они оттуда вышли? Жених с невестой. У них была эта свадьба. Свадьба началась с этого. Потом как-то успокоилась. но никто не забыт и ничто не забыто. Он уже извинился. Он говорит, я третий год извиняюсь. Я извиняюсь каждый раз, по многу раз в месяц, порой даже в неделю. Я извиняюсь за всё. Я практически всё время извиняюсь. И ничего не помогает? Вы мне можете объяснить, это самое. С тех пор, три года, всё только накапливается, накапливается, накапливается. То есть, он говорит, я же не могу держать в себе, у меня накапливается. Но почему-то накапливается всё, и никуда ничего не исчезает. На веки вечные. То, что делает женская натура, она всё помнит, хорошая память, ничего не стирается. Это работа для каждой жены, личная работа, это личное испытание для самой себя, чтобы всё это стереть. Ну, извинился, всё, дальше. Но это отдельная история, мы её сейчас касаться не будем, это вода там идёт, работа над собой. Что касается нас, это надо знать о том, что если мы ссоримся, второе правило, надо ссориться только по делу. Мусор, значит, мусор. И не приклеивать к этому моментально. Это ты такая, это мама твоя. Обязательно маму сюда приклеят. А есть которые бабушку, а есть которые ещё на всех родственников перейдут. И это только открывает весь спектр возможностей переругаться. То есть, по всему списку. Начинается с мусора, а окончается чем угодно. По всему списку. По всему списку. Это запрещено. Ругаться, пожалуйста. Накопилось и накопилось. С чем накопилось? С мусором? Значит, надо ругаться про мусор. А всё остальное вы уже выяснили отношения в тот раз. Например, когда вы в следующий раз будете ругаться из-за тапочек, что же вам ругаться из-за мусора? Вы же уже ругались из-за мусора один раз. Что вы хотите снова-то сказать? Вы сейчас ругаете из-за тапочки, где они лежат, да? Где вы их поставили, где они должны лежать, и вообще кто за это отвечает. А почему снова вспомнили мусор? Для чего? Чтобы нужно сказать. Наверное. Напомнить изъян другого человека. Приятно? Что это второй раз, что ты так делаешь. Приятно? А откуда... Знаете, иногда хочется открыть рот и остаться с открытым ртом. И надолго. Откуда это желание такого вот, знаете, вот он изъян другого человека. Вы так хорошо сказали. Это вот прямо от сердца. Прямо от сердца. Это подчеркнуть. Смотри. Смотри. Смотри, какой ты. Посмотри, какой ты. Вот сейчас вот, смотрите, мусор не выбросил. Вот тапочки, что ты хочешь? А я хорош. А я вот. Согласил на таком как-то. Точнее, мне понравилась именно не вот эта проблема с мусором, с тапочками, а что-то другое. Давайте сделаем. Знаете, остановимся. Если уже вы это задели, то это невозможно пройти мимо. Невозможно. Давайте островок маленький, наверное, на две минуты. Действительно, что-то в нашей душе, что порождает эти споры. Не хотел собираться в это входить, но, по-видимому, необходимо. Что порождает эти споры? Что почему-то... Почему так приятно подчеркнуть своему мужу или другому человеку его недостаток? Есть что-то в этом, что вы говорите. Но только все это, что нам подчеркивали, по-видимому, хорошо легло на что-то очень удобное и готово это принять. В человеческой душе есть то самое качество, которое мы называем высокомерие. Человек чувствует себя кем-то, чем-то. Знаете, такой вот. Я тоже кто-то. Называется ощущение собственного достоинства. Я девушка на уровне. Ты знаешь, сколько за мной бегали? Знаешь, как меня мама ценит? Ты вообще, я так... А он, по-видимому, недооценивает это. Не понимаю. Его девушка ходит вот с таким носом. Теперь все, кто ходит с носом, все, кто ходит, все как один. Люди больные. С точки зрения еврейской, больные люди. Не на всю голову, а на все свои качества человеческие. Они больные в том, что удовлетворение этому качеству высокомерия, оно единственное. Знаете, какое? Унижение другого человека. Видел сам эту сцену, когда один смотрел оценки, знаете, своих сокурсников. И увидел, и увидел, что кто-то завалил. У него просто настроение поднялось. Проходной балл бы 65, а кто-то получил 60. Став, ваше настроение такое. Пришел, смотрит, такое плохое настроение. Смотрит, смотрит, и вдруг такая улыбка вроде разошлась. Здорово. Кто-то, кто-то провалил. Вы обратили внимание, что если кто-то падает, знаете, идет человек, так сказать, какая-то шкурка от банана, и нелепо-то сказать упал. Мы же будем хохотать до упаду. Почему? Почему нас так смешит? Потому что позор другого человека нас поднимает, дает ощущение. То есть получается, что все эти споры, желания спорить, желания видеть недостаток другого человека и подчеркнуть ему. Знаете, если рано, так приятно поковыряться в ней. Все же мы люди с недостатками. Но как нам? Мы можем понять о нас себе, о нашем душевном уровне, на каком мы уровне находимся. Знаете, согласно чему? Согласно тому, насколько нам приятно делать боль другому человеку. Подчеркнуть его недостаток. А, вот, видишь, какой ты? Мы же такими будем, и мамы такими же. Мы же угробим наших детей. Мы же взрослые, видим все недостатки ребенка и будем все время тыкать и указывать. Это то, о чем вы говорили. Что это может и прийти со стороны того, что действительно так нас родители научили. Они все время указывали на наши недостатки, и им от этого было очень приятно. Они чувствовали себя взрослыми людьми. Везде одни неудачи, а тут хоть над ребенком я чувствую себя человеком, могу показать и сядь, я тебе скажу, в чем твои недостатки. Тем самым я чувствую, в этом мой достаток. Почему? Я же вижу, я же могу тебе указать, я кто-то, я кто-что-то. Но для чего это же не? Это же полностью разрушительно. Она разрушает все, себя разрушает, разрушение своей личности. Это основа, это база всего, всех руганий, которые есть. Хочет доказать свою правоту. В высоком мире. То он сказал, что вы правы. А уж тем более, еще один, самый низкий уровень этого, это наслаждение от неудачи другого человека. Это все было сказано в скобках. от этого все споры, все неудачи, все самое страшное, что мы из этого хихоньки-хахоньки делаем. Смеемся из этого. Думаем, что это, это, не понимая, что вот этим, свою жизнь гробная. Даже не пытаемся разобраться в себе, что-то изменить себе, построить себе, хоть сдать себе шанс на нормальную, счастливую жизнь. Настраиваем себя сразу на гибель, на развод, на... Программируем себя. Давайте вернемся к правилам хорошего поведения в споре. Итак, второе правило, о котором мы говорили. Вы помните, что нужно делать? Нужно говорить только по делу, не вспоминать все остальные ссоры, которые были, все, что в гармошку. А мне хочется, если вы неуправляемая, то к вам это все не относится. Живите сами. Кто неуправляемый, живите сами. Кто не пытается с собой работать, пусть сам живет. И не гробит жизнь другого человека. Не переводи спор на родственников. Не дай Бог. Мама, твоя мама, ее бабушка, это дедушка. Убийственно совершила. Они тут ни при чем. Хотите спорить о них родственников, спорьте отдельно. Только по теме. Тема мама, значит, про маму. Но никакого мусора. И не тапочки. Про тапочки нет мамы и нет мусора. Решите, что вы хотите. Всегда одна тема есть теперь. Есть одна фраза, которая может прикончить вообще все попытки потом восстановления отношений. Ну, кто с опытом знает, когда ссорится, есть одна фраза очень-очень важная, такая, которая, так сказать, которая все время супруг или супруга употребляет, чтобы прикончить вторую сторону. ты всегда такой. То есть, если речь идет по мусору, то ты всегда мусор не выбрасываешь. А он выбрасывал. Не всегда. В том-то и проблема. Смотрите, как схема вот этого спора она построена. С точки зрения жены, из-за того, что он сегодня не выбросил мусор, и она вспомнила, что это не происходило и на прошлой неделе, еще раз. Видно, что есть правота в ее, ведь решили, что он выбрасывает мусор. Так почему же ты не выбросил мусор? Он за своей стороны. Он выбросил два раза на прошлой неделе и один раз на этой. Он чувствует, что он прав. Я выбрасываю. Верно? Не всегда. Но я же выбрасываю. И не всегда нужно выбрасывать мусор. Его можно еще чуть-чуть затрамбовать. Не надо каждый день взывать. У него свои мужские, так сказать, взгляд на том, когда и как часто надо выбрасывать мусор, а жена решила, что она сегодня выбрасывает мусор. И ты не выбрасывай. Получается, что они оба правы в каком-то смысле. Потому что, с одной стороны, если смотреть с точки ее стороны, он действительно не выбросил мусор. Но, с другой стороны, с его стороны, он да, выбросил мусор. Что делать? Ну, 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 ну. Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Споры только по поводу мусора. Как мы сказали, это одно. А третье, что надо к этому добавить? Что надо добавить? Как вы думаете, что нужно еще добавить к этому? Что все эти споры по поводу мусора, не переносить их на другие споры, мы сказали, и оставаться в рамках этого мусора исключительно, никогда не добавлять слово какое «ты всегда так делаешь». как только «ты всегда», вы даете ему повод сказать «нет, не всегда». И это только начинается спор с самого начала. Выключить полностью слово «ты всегда». Почему? Хочется сделать больнее, верно? Хочется, если уже, если уже там покопаться, но так, так, чтобы больно было, ведь, ведь, когда в споре надо хотим привить его, чтобы он почувствовал, чтобы он понял, что ты такой же. Я не просто так тебе говорю. Я права. «Ты всегда делаешь так». Если фразу «ты всегда» заменить на «это уже не первый раз», остается то же самое или нет? Если вы скажете «это ты не первый раз», если вы еще скажете таким менторским тоном, как вы сказали, ой, он сбежит. У вас просто некому будет говорить, вся тема споров нерелевантная для вас, он сбежит очень быстро. Еще до того как. До того как. Просто до того как. И так не повторять фразу «ты всегда». Теперь. Есть еще одна составляющая спора очень, которая важная, которую надо знать и не забывать. Она не у всех есть, не все с таким свойством характера. Знаете, что это означает? Это означает, это означает еще одна составляющая спора, которую нельзя допускать, это когда у людей есть, называется, малегера. Это не у всех это качество присутствует. Значит, малегера, по-русски это жвачная вторая система, которая поднимается у таких жвачных животных. То есть, те, которые с отрыжкой называются, которые это делают много раз. Например, если жена завелась по поводу мусора, то у нее это какая-то, знаете, как будто, знаете, вот здесь когда-то, помните, может быть, вы не помните, старшее поколение, были пластинки, ванилинные пластинки, помните, были такие, и у них иногда заело, знаете, заедало, и они, одна и та же фраза, она могла повторяться много-много раз, так иногда, то ли у мужа, то ли у жены, заело, и как поехало, знаете, как и зациклилось. Мусор не выбрал, мусор не выбрал, не всегда выбрал, мусор не выбрал, мусор не выбрал, мусор не выбрал. Кто знает за собой такое качество? Надо потренироваться, лучше всего несколько раз около зеркала или записать себя, услышать, как это слышится, понять, насколько это неприятно, по-видимому, слышать остальным, и это настолько неразумно, настолько не мудро, что надо как-то тоже бороться с самим собой. Итак, мы перечислили несколько правил, их, по-видимому, гораздо больше, но давайте хотя бы это постараемся соблюсти. Во-первых, надо следить за тем, чтобы ругань происходила в закрытом помещении, желательно в спальне между мужем и женой, двери были закрыты, никогда не перед своими детьми или в присутствии других людей. Естественно, что это никогда не должно дойти до позора один другому, особенно где-то на день рождения, что это часто случается, да, со всеми родственниками, когда муж и жена при всех начинают ругаться, приятное ощущение у всех окружающих, да. Это первое. Второе, мы сказали, что мы сказали, ругаться только надо по поводу сути этого спора, который есть, и не переходить на другие темы, и не переходить на другие темы. Что мы еще говорили, никогда не переходить на родственников, никогда не задевать родственников, никогда четвертое не говорить, ты всегда так. И естественно, чтобы не было этой пластинки, которая заела и которая повторяется много раз, тоже стараться это исключить. Это как бы минимальные правила, которые есть. Теперь давайте посмотрим, что мы хотим достичь в конечном итоге в споре. К чему мы идем? К чему мы идем? И тут самое-самое важное место, которое просто нужно понять, дорогие девушки, самое важное место. К чему мы спорим? Мы хотим доказать свою правоту. Ты что, не понимаешь? Я что тебе глупости говорю? Надо выбросить мусор. Мы же того договорились, надо выбросить мусор. Естественно, что она чувствует свою правоту, а тот факт, что он когда-то не выбрасывает, не засчитывается, не засчитывается. Свойства человека, когда ищет свою правоту, у него есть два глаза. Один он открывает до максимальной возможности, а другой он закрывает. То, что за него он видит, то, что против него закрыл, не видно. Так это работает. У него точно так же, иначе бы они бы не спорили. Если бы один видел бы то, что второй видит, то сказал бы, да, муж сказал бы жене. Ты знаешь, дорогая, я действительно не выбросил мусор, я извиняюсь, мы говорили, верно, я выбросил вчера и позавчера, но сегодня я забыл, я прошу прощения. Ну, где вы такого мужа найдете? Почему вы его не найдете? Потому что вы такая же. Как правило, сводят одинаковых. Так что не надо ни на кого там обижаться. Теперь и жена может быть другая, как вы понимаете. То есть, после того, как она поняла, что мусор не выбросили, она поняла, смотрите, я должна взвесить на весах своей жизни, что для меня важнее, близость с мужем или мусор? Это вопрос, кстати, спрашивал всегда на семинаре в провокативной форме. Скажите, что для вас, жены дорогие, важнее, жена или мусор? В зале тишина. Жены думают, что важнее. Муж или мусор? То есть, они прикидывают и сказали, надо подумать, что это действительно. Теперь вы спрашиваете, почему есть проблема в нашей семье? Никто не взвешивает, что я получу. Я сейчас докажу, да, я сейчас докажу, я ему докажу. Он мне поймет. Значит, Веронька поймет. Ну, чего я добьюсь? Чего я добиваюсь? Я же отталкиваю его от себя двумя руками. А для чего я вышла замуж? Ну, помните, первое занятие, которое началось, я даже не помню, когда и вообще, кто был на нем. Для чего выходим замуж? Девушки, для чего выходим замуж? Для какой цели? Есть же цель. Какая цель? Устроиться? Нет. Комфортабельно, это сказать, средство для забивания гвоздей? Тоже нет. А что это такое? Для чего мы делаем? Есть цель в семейной жизни. Девушка выходит замуж для одной единственной цели – стать с мужем самым близким человеком в мире, который может только быть. Стать родным человеком – это цель. И все эти ссоры, они только отталкивают нас. А что должно быть, а что должно, а что должно привлекать, что должно соединять нас? это то самое желание жены и мудрость ее тут промолчать, тут не вызывать, а самое основное по нашей теме – не добиваться своей правоты. Пишите одну единственную фразу. Нам не надо много фраз. Мудрая жена двоеточие. Пишите, пишите. Мудрая жена двоеточие. Не ищет своей правоты. Почему? Как только ее добьешься, разрушило свое счастье. Понимаете, какое тут западня? То, что всего, больше всего хочется, которые плохие человеческие качества, дурной характер диктует нам, как женам, это разрушить свое счастье, разрушить свою жизнь своими руками. Какую? Доказать свою правоту? Я тебе сейчас докажу. Я тебе снова скажу, снова и так, я тебе вспомню и то, и это, и это, и вообще ты плохой. Никудышный муж. Нехороший муж. Но что делает жена? Она что делает? Она же разрушает все своими руками. Итак, что вывод, который мы должны сделать? Цель в споре какая? Добиться чего? Добиться чего? Правоты своей. Но как только тебе это удастся? Проиграла? Получается, что в споре проигрыш в любом случае. Если не доказала своей правоты, ах, какое неприятное ощущение, доказала свою правоту, еще хуже сделала. Почему? А муж теперь отбросила, откинула его, оттолкнула от себя совершенно. поэтому в споре единственное, что легитимно, так как мы люди несовершенные, и действительно в нас есть недовлетворенность, которая, она выражается в гневе, то вот этот парт выпустить можно на гневе, мусор. Это нормально. Но вот так, чтобы начать сейчас искать со всех сторон доказали со своей правоты, нет, я прав, я тебе докажу, нет, я прав. Вот это не надо делать, не надо искать правоты, надо прокричаться, высказать все, что у меня нужно. Высказали, легче стало. Нормально. Нормально. И отсюда и дальше обратите внимание, как надо себя вести в спорах. Прокричать вашу душу, все, что на душе у вас недовольство свое. А, кстати говоря, большинство случаев это недовольство самим собой у жены, что вы знаете, своим совершением. Она там внутри знает, нет, что-то тут не встала, тут забыла, там, то нарушила, то это. Пакет-сур, она знает, что она там натворила, да. Или там что-то недополучила, или кто-то на нее не посмотрел, или она там подумала так, а получилось по-другому. Ой, сколько есть возможностей в женской душе, чтобы настроения не было, чтобы... И муж под руку как раз подошел. И чего на него все выплескивать? А если же решили это выплеснуть, то, по крайней мере, как мы сказали, по правилам, и какое правило должно быть соблюдено тут, надо выплеснуть и все, не доказывать своей правоты, потому что правота еще все хуже сделает, невозможно ее доказать, и не нужно, это плохо, нехорошо. Выплеснули на нее. Это первый шаг. Второй шаг. Тут же показать мужу, что все продолжается, как и было. Другими словами, базисные отношения, фундаментальные между мужем и женой, прекрасный, хороший, ты прекрасный муж, я тебя люблю. Ну, я сержусь на тебя! Ну, я тебя люблю. Как же она показывает, что несмотря на то, что она сердится, и она высказывает мужу эту, как она, как она сохраняет все отношения с ним, и муж знает о том, что в принципе ничего не разрушается. Несколько действий помогут в этом. Одно, например, тут же перейти к чему-то такого, знаете, такому вот, там, обыденному такому, передай мне соль. То есть кричали, 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 и вдруг скажем спокойным голосом, передай мне соль, пожалуйста, огурец. Что-то такое, знаете, перейти на другую тему просто, и продолжи, как будто ничем не бывало. Все. Это меньше изу. Муж что понимает, о том, что сказать, буря прошла, он должен был нагнуться, волна, волна перекатилась, и сейчас, ну, можно уже сказать, ну, надо тоже, чтобы муж был на уровне, а то он тоже, чтобы не завести его, он тоже, ему же тоже надо это занятие, чтобы он тоже понял, что не надо реагировать на женское вот такое плескание чувства. Он должен быть сильный, мужской характер, не поддаваться женским провокациям. И еще одна возможность, прекрасная, хорошая, что вы знали, прекрасная, ссорьте с мужем, но всегда, всегда, уже говорил вам это, и Баруха Шем, часть из вас это уже запомнила, в процессе ссора всегда обращайтесь к мужу ласковым именем. Я тебя ненавижу, Яшенька! Так можно. То есть, если у него, у вас есть сласковое имя по отношению к нему, никогда, никогда это имя не вычеркивать из вашего лексикона, а наоборот, чтобы другого не было. Да? Если он кошечка, то, конечно, сложно там-то по поводу мусора с кошечкой. Лучше всего все-таки как-то ласково его по имени называть, чтобы это не было там из него сделать каких-то, не буду перечислять, всех остальных животных или их частей. Как здорово и прекрасно, когда жена не теряет голову. Самое основное, что есть, а самая любовь, которая есть между мужем и женой, ссора не должна уничтожить. И жена всегда должна это помнить, и должна всегда это сохранять, это. Она может кричать, орать, но при этом, как мы сказали, она говорит ласковые имена, она не быстро успокаивается. Надо заранее себя настроить на том, что делать. Ну, я не совершенно. Да, я могу поругаться, я могу выплеснуть свои чувства, но я знаю, что я благодаря из-за этих чувств я не опущусь в такую, знаете, маланхолию и депрессию. Есть женщины, которым в удовольствие, знаете, они как, я сейчас как обижусь. Знаете, так приятно, знаете, такое такое хорошее, знаете, такое приятное ощущение о том, что я сейчас как обижусь. и она вот поссорится, выскажи все, что я о тебе думаю, да, вот все вот, вот такой, всякой, всякой, такой, 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 да, все, и не хочу слышать ничего. Все, пошла, я где-то взяла чашечку кофе, знаете, около окна села, под музыку такую тихую, и вот так вот, знаете, тосковать и грустить, вот, и обижаться, знаете, так приятно обижаться. Меня никто не понимает. Хорошо, знаете, никто не понимает. И себя жалеть, и раз, и шоколадку такую. Потом раз, и пойти купить себе что-то. Ну, чтобы успокоиться чуть-чуть. Приятно, хорошо. Она уже, знаете, это же, это единственное, что успокаивает, это то, что выбросить, например, в окно то, что вы не любите, да, если рассердились, да, а потом пойти, чтобы себя успокоить, купить то, что вы, да, любите. Не стоит ли этого обидеться? Обидеться это ревах, наки, это, ну, чистая прибыль. А что, снижение на улице, знаю? Ой. Что будем делать? Ругаться? Будем ругаться или нет? Нет? Несмотря какой процент выгоден. Смотрите, для красного словца я вам прощаю, но если, есть в этом, что называется, доли правды, нет процентов, которые, они определены, определены, как выгодные ссоры с мужем, не существует. Практически любой процент, все против вас. Все против вас. Итог. Давайте подведем. ссора – это вещь ужасная. Мы никогда не будем стремиться ссориться, верно? Никогда. Но если уже жизнь заставит, то мы, по крайней мере, будем соблюдать правила, которые мы с вами перечислили. А самое основное в этих ссорах мы будем помнить, что цель никогда – это не доказать свою правоту. несовершенствуемой души. Я такой человек, который там обидчивая, у меня там гнев, пробуждается с легкостью. Ну, выплеснуть. Попался муж. А, на мужа. Ну, выплеснули. Легче стало. Пошли дальше. Передай. Мусор. Передай. Соль там передай. Передай хлеб. Передай. Перешли на другую тему, обыкновенную, это сказать, бытовую. Как будто ничего не произошло. А самое основное – не теряй с ним душевной связи. Все время помнить, что он любимый человек ваш. И даже, когда вы ссоритесь, да, он вам какую-то досаду досадил. Или вам просто не под руку, плохое настроение, что попался под руку, сам виноват. Но, в принципе, как база отношений, она сильная, крепкая, хорошая. Я люблю мужа. И это должно быть даже подчеркнуто в самой процессе спора. Да? В том, что когда вы обращаетесь к нему, вы говорите ему в таком ласковом обращении. просто чтобы была привычка обращаться к мужу ласково. Это много-много-много меняет в нашей семейной жизни. Дорогие девушки, может быть, есть у вас вопросы? Пожалуйста, да-да-да. Если он начинает сердиться, как себя вести? О-о-о! Если он все начинает? Да. Он все завернул. Очень прекрасный вопрос. Прекрасный вопрос. Довольно-таки типичный. Мы тут, так сказать, в основном женском коллективе разбираем со стороны агрессии со стороны женской стороны. Но эта агрессия, она зачастую встречается с мужской стороны. Мужчина, он... Помните, меня однократно говорили, и мужская голова, она вообще в другом месте в своих мужских амбициях, не связанная вообще с женой. И недовлетворенность, как правило, в самом себе, она приводит и к агрессии по отношению к жене. Когда вдруг он начинает быть очень требовательным к себе, это переносит на свою жену. И тогда вдруг он начинает замечать, вот она не то сделала, а там не так сделала, вот это так. Что делать в такой ситуации? Что делать? Как мы сказали, если жена только она любящая, и она мудрая, и она хочет построить счастливый дом, она та самая, которая старается построить свой дом. Которая удостоится построить свой дом. Что она сделает? А, по-видимому, когда она слышит такую агрессию со стороны мужа, по-видимому, кто-то рассердил, по-видимому, Жена, истинно мудрая жена, что она в такой ситуации знает, что она спросит? Она ему спросит совершенно искренне, мягко и по-женски, что-то у тебя случилось? Знаете, он там орет, пришел домой, что он не убрана, орется, мусор, несмотря на то, что он должен был выбросать. Крики! Что вы, что вы, что вы, что ваша реакция, самая лучшая реакция, которая есть, вы обращаетесь к мужу и говорите ему, дорогой мой, по-настоящему, у тебя что-то случилось? Он вам расскажет. Да, мне тот сказал, так-то это, 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 вдруг выяснится о том, что на самом деле, те самые истинные причины, по которым он растержен. Вы добились сразу всего. Во-первых, вы, ту самую ссору, неизбежную практически, вы ее избежали самым мудрым образом. Второе, не только вы избежали ссоры, вы приклеили этого мужа к себе. Почему? Вдруг он заметил, какая у меня мудрая жена, она меня поняла, она сразу сообразила. Это первое. Второе, есть мужья, которые по своему схладу характера, не построены своей личности, может быть, даже ничего не произойти, без причины, они просто, что называется, могут искать вас. Почему? Потому что вы ему, я прошу прощения за такое откровение, на данный момент противный. Просто противный. Отношения между мужем и женой, они мистические. Они непонятные, они таинственные. Есть что-то, это не отношения между друзьями, подругами, мамой и подругой, и дочкой. Это не, это совершенно другие отношения. В принципе, они два совершенно чужих человека по всем статьям, но только нечто мистическое связывается между ними. И если кто-то, то ли муж, то ли жена, рубят эти мистические связи, то просто в этот момент жена, она противна, поэтому она вообще, она никто для него. Поэтому он хочет, идти ему там пах-пах, не знаю, там забить, не знаю, что с ней сделать. Что вам делать в такой ситуации? Для того, чтобы ругаться, сколько нужно? Двое. Дайте мужу выплеснуть то, что у него есть. Верно, он непостроенная личность. Верно, он несовершенный человек. Я тоже. Все это. Но я буду сильнее его, я буду мудрее его. Я не дам, я это сказать, я его приму, я его пойму. Я не буду, я не буду, я не буду поддаваться на провокацию. Это лучше всего. И вы не теряете свое лицо и свое собственное достоинство. И вам кажется о том, что он вас унизил, верно? Когда придет муж и незаслуженно на вас накричит. Ой, как тяжело. Ой, жена чувствует, все, ее заморали, ее затоптали. Ее заморали, ее затоптали. Унизили ее собственное достоинство. Она так себя высоко чувствовала, знаете, она сидела практически на королевском кресле, и тут пришел, то есть, какой-то слуга, ее, так сказать, раз, на нее побрызгал какой-то гадость. Это ваш дорогой муж, несовершенный, как ваш ребенок, который, ну, не умеет себя еще вести, не научился. Дайте ему шанс, построите его, ля-ля, постепенно. Не поддавайтесь на его провокацию, переждите. Он будет так вам за это благодарен, так за это благодарен. Поэтому все, что нужно сделать, нужно, когда муж начинает, он начинает орать, кричать, надо просто переждить и спокойно, 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 спокойно. Вы увидите, у него это пройдет, и он будет вам очень за это благодарен, что вы не раздули из этого больше, чем есть. Не раздули из этого больше, чем оно есть. Третий вариант, когда вы не на таком уровне, то он начинает орать, то вы соблюдаете те правила, которые мы сейчас с вами тут разобрали, и вы начинаете ему говорить, дорогой мой, послушай, давай закроем окна, я вижу, что ты в настроении поругаться, начните говорить о том, что давай поругаемся. Кстати говоря, это тоже очень интересный ход в отношениях между мужем и женой, когда вы начинаете определять то, что вы делаете. Если вы кричите, мусор, ты выбросил мусор, это одно, это, знаете, в удовольствие. Но когда, но когда, но когда вы говорите, например, фразу, ты прав, давай будем ругаться, позор. Как-то неприятно, как-то, знаешь, я буду, знаете, не согласно моего уровня ругаться. Если вы скажете ему, ну, давай будем ругаться, хорошо, я согласен. Он начинает, он вас начинает задевать. Говорит, хорошо, я с тобой согласен, давай будем ругаться. Что делать? Есть выходы, бакетсур, есть выходы, есть, можно, можно, можно справляться с этими мужьями, только надо быть чуть-чуть человеком на уровне, личностью надо быть, не терять голову, не быть бесконтрольной полностью. Только задели вас, а, как тут же, моментально, э, огонь хлещет до всех сторон. Это несовершенность наша. Для чего? Итак, дорогие, есть еще вопросы? Пожалуйста. Если он ее что-то попросил сделать, она сказала, я сделаю, а потом нарушил все. Она же не права. Он злится, правильно делает, что злится. Смотрите, обождите, обождите, правильно делает, что злится, это, 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 установки не наших еврейских источников, да, то есть, о том, что надо сказать. У нас мы приехали из места, где там все по справедливости. Знаете, так сказать, получил по голове, вот по справедливости, и все успокоились. Он, никто не может оправдать его, что когда он прав, а мы любим очень, когда мы правы, вааа, как мы любим сейчас всех, так сказать, прибить, если мы правы, да, тем более, что жена еще согласилась, он вообще ее добьет. Нет никакой легитимации мужу, сейчас, наоборот, жену, так сказать, до конца додушить. Вовсе нет. А с другой стороны, и же сама жена, если она признается свои ошибки, и чисто откровенно, это хорошо, то и это, в принципе, должно снять все споры. почему муж должен на нее начать орать, я же тебе сказал, я же тебе сказал, согласитесь с ним. Это кто попадется? Попадется муж несовершенный, он будет себя вести, как богема, как животное, как дикий какой-то, который будет, я же тебе сказал, я же тебе сказал, знаете, в удовольствие. что вам делать? Молчить, еще раз повторить, еще раз повторить. Кстати говоря, у кого есть вот это чувство, которое много раз любит повторить, 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 ваша реакция на это, какая, очень простая, повторяйте, повторяйте, за ним повторяйте, повторяйте, Он скажет 100, скажите тоже 100 раз. Я же тебе сказал, я же тебе сказал, тебе сказал. Уйдем, 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 уйдем. Все. Прекрасно. А если он чуть-чуть на уровне, и вы сказали, да, я действительно, я прошу, прошу, я действительно забыл, я извиняюсь. А он чувствует ваш голос. Если вы говорите это совсем откровенно, он ничего, нормальный человек, он скажет, то я ничего страшного, забыл, ничего страшного. Почему? Вас любят, ведь признались, а соотношения еще больше улучшатся. Главное, чтобы вы ему не ответили с советским набором. Ирония, сарказм, издевка, насмешка, знаете, все, как это мы умеем. Есть такие, тип девушек таких, которые, они уже, так сказать, защищенные. Они, значит, защищенные со всех сторон, они, так сказать, настроены на всех. У них весь набор вот этого сарказма, насмешки, так сказать, особенно девичьей коллективе, они, знаете, натренировались там между девочками, как они будут бороться со своими ужьями. Вот они, вот, сказать, с этим умением, они его проявляют. Скажите, а если все-таки не сдержалось, кто-то пришел вот такой весь там кричит? Это надо было слушать с самого начала. Это, это целое, целое, ну, это все, это, то есть, есть порядок, как надо ругаться. Но не сдержалось, он не сдержался, и вы не сдержались, поругались. Ругаться надо уже по правилам. Правила мы перечисляли. Дорогие девушки, чтобы, дай Бог, что все, о чем мы говорили, не потребовалось, что вы нашли себе прекрасных парней, личностей. Вы были как личность построены, он как он, и чтобы вы никогда дорога не доходили, и только любовь, она всегда присутствовала в вашей семье. Всего на лучшее. Могу задать еще один вопрос? Пожалуйста. А вот не лучше ли все-таки начать ругаться и это обсуждать, потому что так оно один раз накопится, второй раз накопится, третий раз накопится. Мы же говорили с вами о том, что есть два типа, два подхода, которые... Есть люди, которые способны не ругаться, это наилучшее, но это то, кто способен. Построенная более лично, способна не ругаться и при этом не доходить до состояния кипения, которое должно через какое-то время взорваться. А второй тип, мы большинство принадлежим к этому типу, не способны, мы не на таком уровне. Поэтому да, приходится ругаться. По этой причине мы и разбирали всю эту тему, как ругаться. Поэтому если вы чувствуете, что это не по вашим плечам вообще не ругаться, надо ругаться, только надо ругаться по правилам. Все-таки лучше поругаться лишний раз с чем? Снова вы это ставите как одно противовес другому. Ответ он такой. Ругается только тогда, когда это неизбежность. И это касается недостатка личности вашего и его мужа. Если вы не можете не ругаться, ругаетесь, только ругайтесь по правилам. Это не предпочтительный, нет предпочтительный. У кого он на таком уровне, то он не должен ругаться. Он должен ругаться только по правилам таких. Но изначально надо настроить себя и подготавливать себя к чему? Чтобы не ругаться. Скажите, это же самое лучшее, что есть в доме, где существует согласие, и мир, и дружба, и приятные отношения. Скажите, это не лучше? Я понимаю многих людей, которые выросли в семье, которые никогда не видели таких отношений. Я очень хорошо понимаю, кто никогда не рос в таких отношениях. Он даже не понимает, что можно не ругаться. Есть люди, которые не верят, что такое существует. Весь вопрос только это сказать ругаться. То есть, как отстоять свое правильное мнение, как победить, как, чтобы меня не дали затоптать себя, как, так сказать, отстоять свое собственное достоинство. Война. Все настроены на войну. Для чего? Для чего? Заранее разрушать свои отношения с мужем? До того еще, как вышли замуж, уже все настроено на полную разруху. Для чего? А если два человека ссорятся, и ты третий человек, который должен их помирить, как это сделать? Не надо. Третий лишний. Не вмешивайтесь. Есть ли обязанность такая? Нету обязанности никакой. Не тема вашего? Нету такой темы. Нету такого. Два, оставьте двух людей, они друг к другу, пусть они сами разбираются. Не сидят друг к другу. Все это? Ничего страшного. Мне на вас все это не к вам относится. Есть только тема, есть муж и жена, там нет третьего. Никто не вмешивается. Это к нашей теме не относится. Всего на лучшего. Бракова. Слава Богу. Слава Богу. Аминь.